Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Марина Тихонова, директор медицинского центра «Вера». Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте. Ну, наверное, самая большая проблема людей 21 века – это лишний вес. Большое количество пытаются бороться с этим недугом, но, к сожалению, не у всех получается. Скажите, какие современные методы на сегодняшний день существуют, которые применяются в том числе и в вашем центре, которые могли бы помочь справиться с этой проблемой? Ну, о всех методах, может быть, я не буду говорить. Я поговорю о том методе, который применяется в нашем медицинском центре. У нас достаточно давно, в течение 20 лет, применяется методика суджок-терапия. Она дает очень хороший результат. Она дает результат долговременный. И эффект от этой процедуры таков, что не нужно прикладывать большие усилия для того, чтобы похудеть. Потому что суджок может убрать и аппетит, и гормональный фон сбалансировать, и худеется достаточно легко. Никто не сказал, что мне тяжело было худеть, что я голодал на этом методе. На самом деле у нас хорошо худеет. Действительно, самая большая сложность – это диеты, это изнурение себя какими-то физическими упражнениями. Довольно сложно поверить в то, что без этого всего возможно скинуть лишние килограммы. Каким образом действует эта терапия? Каким образом выглядят сами сеансы этой терапии? Суджок-терапия – это микроакупунктура. Это северокорейская методика, которая в отличие от корпоральной акупунктуры, которую знают, как большие иглы по всему телу ставят. Суджок дает эффект сразу на сеансе. Естественно, не сразу за сеанс человек худеет. Но если человек пришел еще и с головной болью, могу точно сказать, что головная боль за эти 20-25 минут проходит полностью. То есть эффект, по сути, прямо на иголках идет. С давлением, если человек пришел с высоким артериальным, там тоже давление на 20 единиц прямо за сеанс снижается. И для кипертоников это достаточно хорошая методика. Ходите к нам два раза в неделю, в течение месяца. Делается 8 сеансов суджок. Одновременно ставятся иголочки в ушко, чтобы сразу пропал аппетит. Потому что суджок хорошо убирает аппетит и дает насыщение. Но где-то после 5-6 сеанса. А когда мы одновременно ставим еще иголки в ухо, там ставятся только на точки жажды и голода. Они сразу подавляют аппетит. И поэтому пациент уже на следующий сеанс приходит, говорит, а я даже и не прикладывала особых усилий. И вот про насыщение тоже. Когда идет быстрое насыщение, человек, если даже голоден, он не может переесть. Там настолько быстро идет сигнал, ой, я уже наелся, что человек трапезу заканчивает, буквально не успев начать. Но будьте уверены, что он получит все те вещества, которые ему необходимы. Мы на первом сеансе рассказываем подробно, как совместить правильно продукты. И баланс между углеводами, жирами и белками, про которые обычно говорят эндокринологи и диетологи, всегда, как правило, соблюдается. У некоторых людей проблема такова, что вроде бы они не едят много. Многие говорят, я только понюхаю пирожное, уже плюс килограмм. Здесь, наверное, какие-то другие причины появления лишнего веса, они тоже выявляются и тоже могут быть устранены с помощью этой методики. Ну, сразу скажу. Те, кто говорят, что они совсем немного едят и поправляются, лукавят, потому что в 90% это алиментарное ожирение. Это ожирение, которое вызвано перееданием, либо едят не те продукты, которые следовало бы есть, то есть более калорийные продукты. Особенно это зимой наблюдается, когда холодно, когда организм действительно хочет более тяжелой пищи. И, может быть, замечали, что ваши коллеги тоже быстрее поправляются, но к весне немножечко там сбрасывают вес. Да, действительно, есть часть, так будем говорить, пациентов, которые к нам приходят, у которых гормональные нарушения. Здесь действительно все равно суджок помогает, потому что мы воздействуем и на точки щитовидной железы, и на поджелудочную железу. С помощью иголочек, конечно же, воздействуем. А для тех, кто не может справиться с аппетитом, вот как раз вот эти волшебные иголки помогают таким образом, что я уже сказала, насыщение идет быстро, и даже если человек голоден, он не может переесть. У некоторых, кстати, обратная проблема. Кто-то хочет чуть-чуть поправиться. Если этими иголочками можно влиять на точки аппетита, вот с такими проблемами можно к вам обратиться? К нам ни разу не обращались с такими проблемами. Видимо, на слуху, что медцентр Веры занимается именно сбросом веса, поэтому обращаются те, кто хотят похудеть. Но, в принципе, действительно можно воздействовать, потому что иголки ставятся по энергиям. И для кого-то это какой-то пустой звон. Когда человек слишком худой, это избыток энергии сухости. Конечно, можно. В принципе, можно на самом деле. И там, скорее всего, еще с щитовидкой надо поработать, потому что вполне возможно, что гиперфункция щитовидной железы, когда все сгорает очень быстро, обменные процессы протекают гораздо быстрее, чем должны протекать у нормального человека. Получается, это, можно сказать, сеанс общего оздоровления. Ведь лишний вес доставляет множество неприятностей и каких-то проблем со здоровьем, помимо той тяжести, которую мы носим. Что уходит обычно после сброса лишнего веса? Согласна с вами, что это действительно фоновое заболевание для очень многих других проблем. Достаточно сбросить 15 килограммов от общего веса, чтобы, скажем, самопроизвольно прошел жировой гепатоз. Потом, как правило, гипертоники все пациенты с большим весом. И вот этот метод воздействует таким образом, что давление нормализуется в первую очередь, а вес, отсроченный эффект идет. Вес, кстати, после наших процедур уходит в течение полугода. Это и сахарный диабет второго типа, когда сахар начинает снижаться. Это объективный абсолютно показатель. И снижается действительно достаточно хорошо, потому что мы воздействуем на точки поджелудочной железы. Она оздоравливается. А именно там функция для снижения сахара в крови. Вы сказали, что на протяжении полугода... Да, уходит вес после нашего курса. А как долго держится вот этот эффект? Индивидуально. У нас есть пациенты, вот сейчас, кстати, пришли пациенты, которые были у нас 8 лет назад. И есть сейчас пациенты пришли, просто все знают, что сейчас идут акции перед Новым годом. И сейчас пришли пациенты, которые 3 года назад были. Но вот эти пациенты не набрали тот вес, который у них когда-то был. У них началась прибавка, и они сразу вспомнили, вот пришли, мы с ними опять работаем. А кого все-таки больше, мужчин или женщин? Нет, женщин. Женщин? Да. Хотя мужчинам тоже стоило бы, наверное, задуматься. Мужчины самодостаточны, да. Женщины больше все-таки за собой следят. Но мужчины иногда боятся. Они боятся боли. Вот эти сеансы, которые вы делаете в вашем медцентре, как это по ощущениям? Не могу сказать, что это очень неприятное ощущение. Это не пороговое ощущение. Вот у нас даже детки ходят, 6-летние, они дают поставить. Дело в том, что микроиглы ставят ударным инъектором, и поэтому не очень больно. По возрасту есть какие-то ограничения? У нас же сейчас очень много, практически совсем маленьких детей, которые страдают ожирением. По возрасту ограничение только в том плане, даст ребенок поставить иголки или нет. Потому что некоторые просто боятся этих иголочек. Но бывает, что мы уговариваем даже 6-летних детей. Единственное, с детьми, конечно, больше приходится работать. У них мотивации отсутствует. Если взрослый понимает, что это как раз фоновое заболевание для других болячек, и что гипертониты и артрозы сустава у него болят из-за большого веса, из-за нагрузки, и на позвоночник в том числе, и плюс ему хочется стать красивой, если это женщина, женщина всегда хочет быть красивой, да. То вот у ребенка такой мотивации нет. Это мама сказала, что тебе надо похудеть. А он-то не понимает, что худеть. Его и так бабушка любит, кормит очень хорошо ему. Единственное, что с ними нужно побольше работать. А в принципе какие-то противопоказания существуют? Вот. Беременность, психические заболевания мы точно не берем с этими проблемами. Так, ну вот условным противопоказанием является шунтирование. Но иногда настолько показания проявлены человек и с одышкой, что мы берем этих пациентов и получаем хороший результат. Вот у нас женщина тоже с шунтированием была, и она говорит, я на пятый этаж сейчас без одышки поднимаюсь. В преддверии Нового Года все, даже, наверное, те, кто не страдает лишним весом, начинают задумываться о том, что в празднике вполне возможно появятся какие-то лишние килограммы. Дается у вас какая-то консультация по тому, сколько чего можно будет съесть для того, чтобы удержать тот эффект, который уже появился после сеансов? Да, как правило, пациентов мы настраиваем, что вот праздник придет, и пациенты сами начинают спрашивать, а можно там алкоголь выпить, а можно вот я там солененькая, потому что очень любят салат, селедка под шубой. Вот, и мы объясняем, ну давайте тогда поговорим про алкоголь. Дело в том, что когда принимают алкоголь, поджелудочно начинают вырабатывать инсулин, а это гормон, который снижает уровень сахара в крови. Эта величина постоянная у нас, и, естественно, организм старается его до нормального предела повысить. И, во-первых, начинается жор, так прямо скажем. И еще не забывайте, что инсулин – это жиросберегающий, жиронакапливающий даже, я бы сказала, гормон. Поэтому будьте уверены, если алкоголь приняли, вот ваши уже полтора-два килограмма пришли. Ну, что касается соленого, если вы сегодня пришли, и у вас прибавка пришла за счет воды. В силу осмоса натрий тащит в клетку, в межклеточное пространство воду, и тоже где-то килограмм-полтора вы можете прибавить. Итого за праздник килограмма три можно набрать. Единственное, что если после этого вы правильно, сбалансированно попитаетесь после праздников, естественно, что эта вода из межклеточного пространства уйдет, все полегче это будет. Еще вот алкоголь, конечно, мне не очень нравится, особенно крепкий алкоголь. Печень участвует в жировом обмене. А все токсины перерабатывает у нас тоже печень. Это, по сути, фабрика. И я заметила, когда пациент на курсе принимает алкоголь, потом неделю-полтора вес стоит, то есть он не сдвигается. Да. Ну вот Новый год – это не только застолье, но еще и радостные какие-то праздники, крупные мероприятия, на которых, естественно, хочется выглядеть хорошо. Хорошо. До Нового года остается не так много времени. Вот, допустим, за эти две недели, если человек поставит себе цель влезть в какое-то платье, в которое сейчас он не может, он успеет у вас в центре чуть-чуть сбавить, для того, чтобы выглядеть хорошо в новогоднюю ночь? Ну, первые 2-3 килограмма он однозначно уже сбросит. И еще, как интересно, работает метод. При постановке иголок тургор подтягивается. Это, скорее всего, происходит за счет того, что тоже застоявшаяся вода из межклеточного пространства начинает уходить. Очень выражен дренажный эффект. То есть, когда уходит вода, все равно килограмм-полтора-два уходит уже. И когда пациент приходит и удивляется, что у него сразу после первого сеанса 2 килограмма минус, я сразу говорю, что это как раз ушла вода. А дальше потихонечку начинает уходить жир. Но само то, что он подтянулся, в платье точно уже влезет. На самом деле, вот эта рыхлость уходит очень хорошо. Итак, девушки все в медицинский центр. Вера, вы сказали, что в преддверии Нового года в вашем центре проходят какие-то акции. Если можно, чуть подробнее. Вполне возможно, кто-то прямо уже сейчас собирается к вам бежать. Ну, те, кто у нас когда-то был в декабре, они стараются именно в декабре, через какое-то время и прийти. Потому что только в декабре мы дарим подарки. В данный момент у нас 10% скидка на полный курс лечения ожирения. И кроме того, мы дарим еще первый сеанс мезотерапии на живот в подарок. Он тоже хорошо подтягивает, убирает вот эту дряблость, рыхлость. И если полный курс потом делать вот этой мезотерапии, кстати, сейчас на полный курс мезотерапии 20% скидка у нас, то там тоже эффект очень хороший. Уйдет жир именно в том месте, которое, ну, вот считает проблемным пациентом. Ну что ж, Марина Николаевна, большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Мы поздравляем вас с наступающими праздниками. Спасибо вам тоже. И не знаю, чего вам пожелать. Побольше пациентов. Как-то не совсем корректно по отношению к рязанцам. Но в любом случае, спасибо за ту работу, которую вы ведете. И удачи вам в будущем. И вас тоже с наступающим. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам здоровья и всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова